Хочу порекомендовать вам канал Андрея Степенина. Он снимает видеокурс по органической химии для 10 класса. Сейчас на его канале доступно более 40 видео по 12 темам. Подписывайтесь на канал Андрея и сдавайте ЕГЭ на 100 баллов. Всем привет! Как думаете, для чего нужен вот этот невзрачный кусочек керамики стоимостью 120 евро? Скоро вы все узнаете, но сначала я расскажу вам о том, что же вообще такое керамика и для чего она нужна в современном мире. Человек начал использовать изделия из керамики около 20 тысяч лет назад. Этот материал был первым, который синтезировали древние люди путем обжига глины на костре. Позже, с развитием древних технологий, люди начали смешивать глину с другими природными минералами, например, кварцем, из которого состоит песок, и полевым шпатом. В результате таких опытов получился фарфор, который был прочнее, чем обожженная глина. Фарфор или фаянс были гораздо более удобными для использования материалами. Их можно было использовать не только как предмет быта, но и в качестве украшений. Взгляните только на эти красивые фарфоровые фигурки. Единственный минус фарфоровой керамики в том, что она все же достаточно хрупкая и относительно мягкая, а также плохо выдерживает очень высокие температуры. С развитием химической промышленности, людям понадобились более тугоплавкие и прочные керамические материалы, о некоторых из которых я сегодня вам расскажу. У меня есть несколько образцов современной керамики, первой из которых является керамика из оксида алюминия, представляющая собой спрессованный порошок из оксида этого металла, который в дальнейшем спекли при высокой температуре и давлении. Отличительной особенностью данной керамики, к примеру, от фарфора, является то, что она может выдерживать огромные температуры до 1700 градусов по Цельсию, а также может быть устойчива к расплавленным щелочам или кислотам. Поэтому из алюмооксидной керамики часто изготавливают тигли для печей. Кроме этого, такая керамика очень прочна и является отличным диэлектриком, из-за чего ее еще используют как изолятор в свечах зажигания, а также для изготовления некоторых печатных плат, предназначенных для работы при высоких температурах. Единственным минусом данного материала является довольно высокий коэффициент теплового расширения. Проще говоря, если тигель из такого материала резко нагреть или охладить, то от температурного стресса он может легко растрескаться, что у меня и произошло, когда я плавил висмут в таком тигле, хотя старался аккуратно его прогреть. Еще керамика из оксида алюминия имеет очень высокую твердость. Она легко царапает стекло, но все же она не такая прочная, как другие виды керамических материалов. Интересно еще то, что в свете ультрафиолетового фонарика керамика из оксида алюминия светится красным цветом. Кроме оксида алюминия для изготовления керамических материалов, также используют оксид циркония, полученная керамика из которого обладает рядом преимуществ по сравнению с алюмооксидной керамикой. Первое отличие легко заметить, взяв два тигля из разных материалов в руки. Керамика из оксида циркония почти в два раза плотнее алюмооксидной. Кроме этого, оксид циркония при испекании получаются гораздо более прочным и износостойким материалом. Именно поэтому из него изготавливают еще и керамические ножи, которые не нужно точить, а также зубные протезы. Керамика из оксида циркония может быть сделана еще более прочной, с добавлением в нее около 5% оксида итрия, соединения редкоземельного металла с кислородом. Добавление оксида итрия делает структуру керамики более равномерной, повышая тем самым еще больше ее прочность и устойчивость к износу. Из такой керамики часто делают специальные шлифовальные шарики, которые используют для измельчения или полировки металлов, или других материалов, а также их можно использовать в высокооборотных подшипниках, всеми любимых спиннеров, к примеру. Однако не думайте, что это идеальный материал. У такой керамики также есть и недостатки. Например, керамика из оксида циркония в 3 раза дороже керамики из оксида алюминия. И также очень чувствительна к перепадам температур, так что ее резко нагревать или охлаждать не получится. Однако прогресс не стоит на месте, и человечество придумало материал, который почти не подвержен тепловым расширениям, и может выдержать резкие перепады температур. Встречайте еще один материал – нитрит бора. Это соединение бора и азота в чистом виде представляет собой белый порошок, который можно спрессовать и обжечь при температуре около 2000 градусов, получив тем самым очень легкую керамику, которая по плотности всего в 2 раза тяжелее воды. Такую керамику можно нагреть очень резко, и при этом она не треснет. Именно поэтому ее часто используют как оболочку вольфорамового электрода в плазменно-дуговой сварке, из-за того, что этот материал является отличным диэлектриком к тому же. Кроме этого, нитрит бора является отличным смазывающим материалом. К нему не прилипает жидкое стекло, а также расплавленные металлы. Хотя все же окисляющийся висмут сумел прилипнуть к такому тиглю, и я еле отодрал его оттуда. Но из-за высокой теплопроводности такого тигля, металлы в нем довольно быстро плавились. Минус еще данной керамики в том, что она очень мягкая. Нитрит бора легко царапается и по консистенции больше напоминает графит. Им также легко рисовать, как и карандашом. Кроме соединений с азотом, бор может создавать устойчивые соединения с углеродом, образовав таким образом карбид бора, еще один вид боросодержащей керамики. В отличие от нитрида, карбид бора является одним из самых твердых веществ, обладая при этом еще и высокой легкостью. Карбид бора легко царапает стекло, а его порошок используется в основном для шлифовки и полировки разных изделий. Ну и напоследок, давайте перейдем к тому непонятному квадратику из довольно дорогой керамики. Вот этот кусочек стоит примерно 120 долларов. Откуда же такие цены, спросите вы? Дело в том, что эта керамика состоит из соединения бора и редкоземельного и довольно дорогого металла лантана, образуя гексаборит лантана. Такое соединение, в отличие от предыдущих керамических материалов, очень хорошо проводит электричество, а также имеет температуру плавления аж в 2200 градусов по Цельсию. Такие необычные свойства этой керамики сегодня находят применение в горячих катодах многих устройств, к примеру, электронно-лучевой сварки или как источник катодных лучей в электронных микроскопах. Все из-за того, что этот материал имеет из самых низких работ выхода электронов. Проще говоря, кусочек этой керамики будет гораздо легче выпускать из себя поток электронов, при большой разнице электрических потенциалов. В будущем этот материал может заменить такие тугоплавкие металлы, как молибден или вольфрам в реакторах термоязерного синтеза. Однако не все так просто. За свои уникальные свойства гексаборит лантана требует жертв в виде очень дорогого получения и сложности в спекании и формовке, что делает этот материал довольно дорогим. Получают его путем электролиза триоксида лантана с бурой и осаждением полученного гексабората на графитовых катодах. Конечно же, существует еще один вид довольно экзотической и дорогой керамики. Так называемые высокотемпературные сверхпроводники, представляющие собой смесь оксидов различных металлов. Одним из самых распространенных таких материалов является оксид и триокбария, и меди, в пропорциях, которые вы видите на экране. Уникальность этой керамики заключается в том, что она становится сверхпроводником, а точнее теряет все внутреннее сопротивление, при довольно высоких по мерам физиков температурах, минус 184 градуса по Цельсию. При охлаждении такой керамики вблизи мощного неодимого магнита возникает эффект квантового замка, или по-другому квантовой левитации. Подробнее о такой керамике вы сможете посмотреть в моем предыдущем видео, ссылка на который появится в конце. Ну а тем, кому понравилось это видео про такие необычные материалы, не поленитесь поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал. И в будущем, когда будете резать керамическим ножом какую-нибудь еду, или же рассматривать свечу зажигания, вы будете знать, из чего состоят эти белые керамические материалы.